Вот такой инструмент ты увидишь в этом видео и еще несколько полезных и нужных товаров для твоей мастерской. Всем привет! Лето в самом разгаре и это пора, когда многие умельцы работают в свое удовольствие с различными видами древесины и не только. И я специально подготовил подборку с очень полезными инструментами для вашей столярной мастерской. Хотя, кто знает, где вы будете их использовать еще, кроме столярки. Все ссылки на инструменты я оставил в описании. Приятного просмотра! И начинает нашу подборку настольный, гравировальный и фрезерный станок с ЧПУ. Такие станки это отличный инструмент для хобби и малого бизнеса. Он справится с задачами изготовления моделей, раскроем листовых материалов, 3D-деревообработкой, радиотехникой, изготовлением платы корпусов, гравировкой, изготовлением наружной рекламы и элементов дизайна. Фрезерный станок, несмотря на компактные размеры, имеет продуманную конструкцию с подвижным порталом. Мощный высокоскоростной шпиндель позволит с легкостью справиться с задачами резки и 3D-обработки дерева, а также раскроя, сверления, фрезеровки, гравировки дерева, пластика, фанеры и других материалов. Управление станком осуществляется надежным программным обеспечиванием МАЧ-3. Интерфейс USB поддерживает как настольные компьютеры, так и ноутбуки. Станок оснащен 300-ваттным скоростным шпинделем. Рабочая область небольшая – 200х200 и на 70 мм. Зажимные клещи S-типа. Применяются для высокопрочной фиксации профилей высотой до 40 мм. Благодаря осообразной конструкции на рукоятку инструмента ложится меньшая нагрузка. Модель изготовлена из хромонадива и стали и оснащается регулировочным винтом, что обеспечивает быструю настройку зева. Эргономичная двухкомпонентная ручка обеспечивает удобство захвата инструмента. В описании я оставил ссылки на варианты с различной длиной. Набор спиральных сверел по дереву. Спиральное сверло по дереву для тяжелых работ, связанных с высокоточным сверлением твердых и мягких пород дерева, больших брусков, балок перекрытий, ДСП и фанеры. Льюисовая форма шнека предназначена для быстрого вывода стружки. Каждое сверло обеспечивает высокую скорость и продуктивность при работе с древесными материалами. Инструменты, длина которых достигает 230 мм, позволяют создавать отверстия в материалах средней твердости. По ссылке набор из пяти сверел 6, 8, 10, 12 и 14 мм. При работе с твердыми породами дерева или создании более глубоких отверстий, стоит обратить внимание на аналогичные спиральные сверла по дереву длиной от 350 мм до 600 мм. Они позволяют решать специфические задачи сверления. Я хочу посоветовать вам весьма интересный и необычный канал The Fakty, на котором каждый из вас найдет видео себе по душе. Будь то что-то мистическое и паранормальное, веселое и необычное, безумное и невероятное, разнообразие тематик зашкаливает. Как раз недавно вышел шикарный ролик, в котором вы своими глазами сможете убедиться в том, что самая большая акула в мире – мегалодон, жива, а также реальные истории и легенды, связанные с метро. Бегите по ссылке в описании и подписывайтесь, не пожалеете. А мы продолжаем. Сверла с центровкой. Применяются при работе с изделиями из дерева, гипсокартона и тому подобного. Сфера применения – установка петель и другой фурнитуры. Самоцентрирующиеся сверла делают центрированные пилотные отверстия под саморез или шуруп. Под воздействием инструмента подпружиненная направляющая втулка прячется вовнутрь корпуса, высвобождая тем самым сверло для сверления пилотного отверстия. На конце втулки имеется фаска, благодаря чему центрирование сверла получается точно по оси отверстия. Также на боковых сторонах направляющей втулки имеются отверстия для отвода стружки. Комплект состоит из четырех сверл следующих диаметров. 5,64 – диаметр отверстия составляет около 2 мм, 7,64 – около 2,8 мм, 9,64 – около 3,5 мм и 11,64 – диаметр отверстия составляет около 4,5 мм. Адаптер для УШМ, который превращает болгарку в ленточную шлифмашинку. Кто не видел, у меня есть на канале обзор на эту насадку. Такая ленточная насадка – это инструмент для грубой обработки, удаления лакокрасочных покрытий, зачистки шпаклевки и прочего. Эту шлиф-насадку можно широко применять при отделке интерьера, изготовлении окон и дверей, полировке металла и в многих других сферах. Подходит для угловых шлифовальных машин с резьбой М10 и М14. С их помощью можно зачищать шпаклевку, обработать деревянные поверхности, удалить ржавчину с металла, снять старые лакокрасочные покрытия и выполнять другие работы. Если вам нужен такой инструмент, но вы не хотите заморачиваться с покупкой или попросту нет денег на профессиональную шлифмашинку, то эта насадка вам точно пригодится. Ламельный присадочный фрезер по дереву является инструментом, без которого сложно представить любую мастерскую. Он является незаменимым инструментом для изготовления мебели или работы с деревом в целом. Простой и точный, позволяющий фрезеровать пазы под фиксированным углом 0,45 градусов и 90 к поверхности детали. Устройство также используется для удаления дефектов древесины, смоляных карманов, для чего необходимо установить лодочную фрезу и запастись лодочками из дерева соответствующей породы. Кроме того, фрезер можно применять для выполнения протяжных пазов. Потребляемая мощность 760 Вт, вес 2,65 кг, частота вращения 11600 оборотов в минуту, глубина паза от 0 до 22 мм, регулировка угла 0,45 градусов и 90 градусов. Многофункциональный кондуктор-шаблон для сверления. Большое преимущество этого кондуктора – это возможность работать с заготовками большого размера. Толщина зажимаемой заготовки от 16 мм до 105 мм. Минимальная ширина заготовки больше диаметра сверла. Расстояние между отверстиями от 18 мм. В комплекте направляющие под сверло диаметром 10 мм. Комплект поставляется в черном чемодане с кучей дополнительных аксессуаров. Струк для столярных работ – замечательный инструмент, который обладает прочной конструкцией для продолжительной и интенсивной эксплуатации. В данной модели предусмотрена полная регулировка глубины строгания. Нож имеет поперечные расположения, применяется для обработки вогнутых поверхностей различных пород древесины и обеспечивает своему владельцу сочетание удобства выполнения, а также отменное качество выполненной работы. Удобный шаблон для сверления. Этот шаблон является копией шаблона от компании Крэг. Китайцы качественно его скопировали и теперь можно дешевле приобрести качественную копию. С помощью данного шаблона можно быстро и легко засверливать отверстие под петли и он сильно облегчает работу при сборке мебели. Благодаря этому приспособлению сверло не уведет в сторону, а отверстие получается ровное и без смещений. С помощью регулировочных переключателей можно регулировать величину отступа. Шаблон помещается вдоль заготовки и при помощи струбцины его можно фиксировать перед сверлением. Шаблон выполнен из качественных материалов. В комплекте идет специальное сверло под петли диаметром 35 мм, маленькое сверло под саморезы, ограничитель глубины и шайба для регулировки отступа. Все это удобно крепится в спецпазах в самом шаблоне. А это очень интересные и необычные приспособления, которые позволяют скреплять деревянные доски креплением, которые называются косой шуруп. Для этого сначала выставляем толщину доски на специальной шкале, после чего выставляем ограничитель глубины на сверле, чтобы не просверлить насквозь, и делаем отверстие в одной из досок, после чего стыкуем со второй и в насверленные отверстия вкручиваем саморез. Так мы получаем надежные соединения. Материал изготовления устройства – металл. В комплекте идет сверло с ограничителем глубины, удлиненная бита для шуруповерта, саморезы и пластиковые заглушки. Самоцентрирующийся кондуктор для точного сверления отверстий. Весьма полезный инструмент. Имеет центральную планку и подвижную конструкцию в виде трапеции, что позволяет менять ширину зева от 17 до 60 мм. В качестве шарнирных креплений к планке используются латунные винты, которые можно отвернуть рукой при необходимости. Для этого на шляпках присутствует накатка. Вообще кондуктор полностью разборный. Также на планке имеется разметка напротив центра каждой втулки, что очень удобно, если нужно просверлить отверстие по заранее намеченным точкам. Есть возможность снять трапецию и использовать планку отдельно, например, для сверления в плоскости под прямым углом. Так сверло не уйдет в косую. Вещь специфическая для дома, но будет весьма полезная при сборке мебели, особенно из мебельных щитов. Также отлично подойдет для сверления отверстий под прямым углом и скрепления щитов с помощью шкантов. Если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. А также нажимайте на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. На канале есть еще множество интересных видео, как на инструмент, товары для вашего авто, товары для выживания и охоты. А также есть непосредственно мои тесты ножей, топора и даже мачете. Уверен, вы найдете для себя много интересного. Буду также благодарен, если вы поделитесь этим роликом с друзьями в своих соцсетях. Спасибо за просмотр этого видео. Всем пока!